Мы находимся на судебном заседании по делу о жестоком убийстве двух женщин. Обвиняемый Родион Раскольников совершил преступление и ждет своего приговора. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Какие обстоятельства в жизни Раскольникова способствовали принятию такого решения, пока неизвестно. Сторона защиты настаивает на полном оправдании Родиона Раскольникова. Снять все обвинения с подсудимого помогает адвокат Тимофей Ануров. Согласно нашему видению убийства, Раскольников был загипнотизирован Аркадием Свидригайловым. Свидригайлов обладал куда большей физической, ментальной силой, нежели слабой больной чахоткой Родион Раскольников. Не стоит забывать, что участники суда – обычные ученики 10-го класса. Но каждый из них на несколько часов перевоплотился в жителя Петербурга середины 19-го века. Инициатор создания урока – учитель литературы Наталья Владимировна Алешина. Эта идея витала в воздухе уже достаточно давно. На самом деле, я не первооткрыватель в этой области. Вот то, что сейчас проходит, что мы видим – это работа, как я уже говорила, двух сторон, защиты и обвинения. Я знала, что это дети, которые способны на подобный подвиг. Поэтому, конечно, я решила. Или сейчас, или никогда. Ребята проделали огромную работу при подготовке, чтобы каждый почувствовал атмосферу настоящего суда. Также ученики повысили уровень не только литературных знаний, но и разобрались в политологии, юриспруденции и, конечно, проявили навыки актерской игры. Несмотря на волнение, у учеников остались только положительные эмоции. Виктория Кышняну, Анастасия Гончарова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.